Есть на свете проблемы, которые из года в год не теряют своей актуальности, в том числе собаки, бесхозно разгуливающие по частному сектору и пугающие людей, как, например, на улице Ракитная. Вот смотрите, огромные собаки бегают, прикормил какой-то мужик, вообще страшно, смотрите, вообще нападают на машины. Как только сюда заехал, они сразу начали лаять и гавкать. По словам очевидца, от которого мы получили эти кадры, утром собак забирает владелец, а вечером выпускает на самовыгул. Они держат в страхе всю улицу. Это он узнал от местных жителей. Так ли это на самом деле, мы решили разобраться на месте. Поговорить с предполагаемым хозяином четвероногих нам не удалось. То ли увидев камеру, мужчина предпочел не выходить из дома, то ли его действительно не было. Между тем, в ограде и правда бегали собаки, но на первый взгляд совсем другие, нежели те, что напугали нашего мобильного репортера. Соседи вступились за мужчину, мол, горожанин он ответственный, проблем и хлопот не доставляет. Сосед собак держит, он вообще молодец, мужик ответственный. Овчарки у него там аж пять штук, они выходят, они просто старые очень. Он последние дни доживает. Это после скинолога взяты собаки, которые должны были, так сказать, на утилизацию должны были идти. Он подобрал их, кормит их. Представляете, пять собак кормить. Я ему вообще молодец, мужик. Полученное видео мы отправили в комитет городского хозяйства. Специалисты выехали на место и выяснили, что овчарки зарегистрированы и поставлены на учет. Данное сообщение проверено сотрудниками управления административного контроля. Обследован участок улицы Ракитный с прилегающими домами к дому номер 50. По данному адресу зарегистрированы четыре особи породы немецкой овчарки. Значит, собаки зарегистрированы, поставлены на учет. Эти собаки не подпадают под признаки тех собак, которые на видео зафиксированы. Их появление специалисты связывают с готовностью одной из овчарок обзавести щенятами. При этом отмечаем тот момент, что у одной из собак в настоящий момент происходит определенные процессы, связанные с периодом, скажем так, воспроизведения. Ну, будем говорить, грубо течка. Поэтому все собаки, которые рядом могут находиться на самовыголе, естественно, они на это реагируют и проявляют агрессивность, находясь с этим адресом рядом. В настоящий момент бригада отлова следит за улицей Ракитная. Будет повторная проверка и обход участков. Пока обнаружить собак с видео не удалось. Но, судя по ошейникам, на них они владельческие. Напомню, что за самовыгол полагается штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Руслан Хороших, Елизавета Бадмаринчинова, Базыр Аюшеев и Бато Гармын. Новости дня. Руслан Хороших, Елизавета Бадмаринчинова, Базыр Аюшеев и 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 Базыр Аюшев 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 и Базы